Бутыльки емкостью 99 мл официально предназначены для дезинфекции, к примеру, для протирки рук, но, как известно, используются совсем по другому назначению. Из-за высокого содержания спирта боярышник раскупают в качестве горячительного люди с низким достатком. Между тем, работникам парикмахерской и магазина бытовой химии, которые размещаются по соседству с популярным автоматом, кажется абсолютно все равно, кто и для чего покупает этот лосьон. Как давно появился? Много ли к нему ходит народу? Без понятия. Я же не беру этот боярышник, откуда я знаю. Отметим, что такие автоматы в последние месяцы, как грибы, после дождя стали появляться в разных регионах страны. Продажи устройств активно идут в интернете. Производитель обещает высокий доход от автомата и быструю окупаемость, а также гарантирует, что установка монетоприемника не нарушает никаких норм уголовного кодекса. А все потому, что продукт позиционируется как косметическое средство, а косметика не подпадает под регулирование оборота этилового спирта. Получить комментарий за байкальской полицией о судьбе Читинского автомата пока не удалось. В ведомстве сообщили, что еще проверяют информацию и смогут дать заключение после выезда на место.